Привет, мои дорогие! Доброе всем утро! Мы с Арсением сейчас будем завтракать. Я вот сварила рисовую кашку. Сейчас еще сделаю бутербродики с маслом, с сыром. Позавтракаем. И я уже с вами еще раз нормально поздороваюсь. Обозначу вам планы сегодняшние. Сенька Маша. Это плак мама обычный? Да. Ура! Приделся! Сенька. Я снимала тут просто последние ролики, в которых его, по идее, не должно было быть. Либо это были тематические видео. Ну, в общем, его там не должно было быть. И он так долго ждал, когда же будет влог. А влоги я, девочки, не снимала, наверное, целую неделю. Все-таки я сделала этот самый перерыв. И целую неделю я влоги не снимала. Поэтому сегодня прям, знаете, с трясущимися от радости руками и я скорее-скорее хочу что-нибудь уже поснимать. Привет, королевы! В общем, мы идем завтракать, а потом уже с вами еще раз увидимся. Еще раз привет, мои дорогие! Очень рада видеть вас у себя на канале. Новый влог я сегодня решила снимать абсолютно спонтанно. Не было у меня таких планов на сегодняшний день. Поэтому я только сейчас поняла, что у меня садится батарейка на камере. Я ее не зарядила. Ну, я надеюсь, что быстренько она у меня подзарядится. И я вам покажу все, что сегодня планировала показать. Сегодня тот самый редкий случай, когда мне совсем не хочется ничем заниматься по дому. Ну, я, может быть, выполню план минимум. То есть у меня сегодня у Сеньки нужно протереть окно, дверь, радиаторы. И думаю, что на этом на сегодня будет достаточно. А что же я тогда сегодня буду делать? Сегодня я решила заняться всяческими недоделками. В общем, всяческими мелкими делами. Может быть, не очень мелкими. Которые я обычно откладываю. На которые у меня обычно не хватает времени. Например, сниму наклейки с баночек. И в прошлый раз меня, возможно, не все правильно поняли. Я не собираюсь снимать вот эти вот наклейки, которые я наклеивала. Я хочу снять вот эти вот от фикс прайса. Потому что обычным способом они не снимаются. А девочки мне советовали снять их с помощью обычного фена. Вот я все хотела попробовать. Здесь у меня также стоят баночки из-под кофе, из-под варенья. С них тоже нужно снять этикетки, потому что они такие маленькие, удобные. А у меня накопилось достаточно много специй, которые я покупаю на рынке. Мама мне тут покупала специи. После этого я сама покупала. Короче, у меня там 6 или 7 пакетов. И их нужно как-то организовать. Мне девочки советовали купить баночки из-под пюре. Но я раньше, когда мы еще жили в квартире, да, я что-то хранила в таких баночках. Не знаю, в общем, почему-то не хочу я. Не хочу я эти баночки. Мне очень нравятся вот эти баночки из-под кофе. Они со стеклянными крышечками. Не нужно ничего красить, не нужно ничего переделывать, только снять этикетки. И объем у этих баночек тоже более подходящий, потому что баночки из-под пюре они маленькие. А некоторые специи я беру в большом объеме. То есть я, например, беру достаточно много хмели-сунели. Я беру достаточно много сушеного чеснока, паприки. В принципе, у меня есть такой набор специй, которые я люблю, чтобы у меня всегда были в наличии. Это хмели-сунели, это паприка, это сушеный чеснок, это прованские травы, итальянские травы, ну, понятно, перец. В общем, такой набор минимум специй, которые я люблю, чтобы у меня всегда был. И еще я хочу снять этикетку вот с такого стеклянной бутылочки. Многие сейчас, наверное, не поймут, зачем. Зачем, Даша, вот этот хлам? Я постоянно беру соевый соус именно вот такой вот и в таких стеклянных бутылочках. И постоянно выбрасывая их, я понимала, что их же можно куда-то применить, но не могла придумать куда. В этот раз, наконец-то, спустя уже много-много лет, мне пришла в голову идея. Я хочу убрать вот эту красную штучку, убрать этикетку и заказать. Я в этот раз, когда делала заказ на Фаберлике, увидела, что у них продаются отдельно вот эти дозаторы для жидкого мыла, для каких-то средств. Я хочу купить сюда вот такой дозатор и использовать вот такие бутылочки, к примеру, под жидкость для мытья посуды. В данный момент у меня жидкость вот в такой вот пластиковой бутылочке. В такой же бутылочке у меня раньше было жидкое мыло в ванной. В общем, мне очень хочется заменить на стеклянные, но купить в магазине стеклянные бутылочки под всяческие средства, они достаточно дорогие. Китай заказывать там подешевле, но достаточно долго ждать, поэтому я попробую, я не говорю, что у меня получится, что это будет красиво, но я попробую сделать, использовать для этих целей вот эти вот бутылочки из подсоевого соуса. Посмотрим. Я даже не знаю, подойдет ли к ним вот этот вот дозатор сверху, оденется или нет. И я примеряла, снимала дозатор вот с этой бутылки, он сюда в принципе подходит хорошо. Хорошо, единственное, что у него очень короткая трубочка, либо нужно где-то брать трубочку, отдельно наставлять, либо сразу же купить дозатор с длинной трубочкой. Поэтому вот я в Фаберлике, наверное, посмотрю, раз у них продаются отдельно эти дозаторы, я думаю, что будет очень здорово, если мне подойдет длина этой трубочки. Ну, в общем, если я буду переделывать, понятно, что я вам покажу, и вы все посмотрите. Далее, чем я хочу еще сегодня заняться? У меня здесь маленький списочек на день. У меня еще на прошлой неделе в выходные куплено два вилка капусты, и я хотела сделать капустный салат в банках. Помните, я вам рассказывала, что наш семейный рецепт, рецепт моей бабушки, мама, когда у нас гостила, она нам две баночки сделала. Мы их благополучно съели за две недели, поэтому капуста закончилась, и хочется еще. Я у мамы взяла рецепт, и сегодня я хочу заняться приготовлением этой капусты. По сути, там сегодня в основном нужно просто все нашинковать, а потом уже завтра буду раскладывать в банки. Ну, и если на сегодня у меня останутся силы, время и желания, я бы хотела заняться фартуком. Я уже, видите, здесь его поставила, я его даже уже нарезала на необходимые кусочки, сделала вырезы под розетку. В принципе, все подготовила. Единственное, что я попросила вчера Илюшу мне в пистолет вставить баллон с клеем, с жидкими гвоздями, и мне кажется, он так и забыл и уехал на работу. Если у меня получится достать из пистолета силикон и вставить туда жидкие гвозди, то, возможно, займемся сегодня приклеиванием фартука. Но сначала нужно, конечно же, обработать стену, обезжирить ее, помыть хотя бы просто элементарно. Потому что она жутко грязная, представляете, целый год туда все брызгало, туда попадали испарения всякие жирные. Поэтому ее нужно очень тщательно промыть, не знаю еще чем, наверное, просто губкой и средством для посуды. Я думаю, что нормально. А может быть, просто даже водой. Ну вот, такой вот сегодня план минимум. Надеюсь, что вам будет интересно и буду рада, если вы составите мне компанию. Девочки, некоторые просили у меня отдельный отзыв на варочную панель и на духовой шкаф. Отдельное видео я по этому поводу снимать не буду, потому что особо мне здесь рассказать нечего. Варочная панель у нас индукционная. Именно выбор варочной панели занял у меня достаточно много времени, потому что мы не могли себе позволить купить какую-то дорогую панель какого-то производителя, который давно себя зарекомендовал. И понятно, что в нашей ценовой категории были только панели таких производителей, которые совершенно не внушают доверия. В данном случае у нас панель фирмы Darina. Я вообще с этим производителем никогда не была знакома, но почему-то предполагала, что так он себе не очень. И очень много товаров, когда мы выбирали какую-либо технику, и встречались какие-то товары этой фирмы, они всегда были очень привлекательны по цене, поэтому я заходила, читала отзывы. И ничего особо хорошего в этих отзывах никогда написано не было. Исключение составила именно вот эта варочная панель, потому что когда я ее выбирала, понятно, что я снова искала отзывы, анализировала. И как ни странно, несмотря на то, что это не самая распространенная и надежная фирма, на варочную панель были достаточно хорошие отзывы, проблем ни у кого с ней не было, и мы решили рискнуть и тоже заказать именно ее. В принципе, год мы ей пользуемся, меня она устраивает полностью. До этого у меня была газовая плита, конечно же, индукция и газовая плита – это просто небо и земля. И я уже тоже говорила, что даже если у меня когда-нибудь будет в доме газ, я свою плиту, ну, пусть даже не эту, но я индукцию на газ не променяю. Во-первых, потому что очень быстрая скорость нагревания, очень быстрая скорость закипания, в общем, варки, приготовления. Именно за счет того, что они очень быстро готовят, нагревают дно посуды, а не прогреваются сами, то есть сама она во время готовки практически холодная, именно за счет этого происходит сокращение количества потребляемой электроэнергии. И, в общем-то, эта вещь довольно экономичная в использовании. У меня четырехкомфорочная плита, хотя я знаю, что есть и двухкомфорочная, но для наших потребностей две комфорки было однозначно мало, поэтому мы выбрали четыре. Две обычные комфорки и две комфорки повышенной мощности, то есть на них все закипает еще сильнее, еще больше. И когда вы выбираете панель, обращайте внимание на размеры кружочков вот этих вот. В идеале, чтобы размер дна посуды совпадал вот с этими кружочками. У нас, конечно же, они не совпадают, потому что у меня, в принципе, не было изначально заложенной в финансы купить сразу же для нее посуду. Поэтому мы пока пользуемся своей старой посудой, по крайней мере, та, которая подошла. Конечно же, в будущем я тихонечко-тихонечко все ее заменю и буду уже выбирать под размер вот этих кружочков. Я, конечно, не знаю, настолько ли это важно, чтобы размер кружочка совпадал с размером дна посуды, но факт остается фактом, об этом заявлено даже производителем. Управление здесь сенсорное, и это и хорошо, и плохо. Во-первых, вроде бы хорошо, потому что нет никаких кнопок, которые могут сломаться, но здесь встроена блокировка. То есть если, к примеру, я варю суп, и у меня вдруг что-то полилось через край, куда-нибудь сюда попадает капелька, и, во-первых, плита сразу же блокируется, вы не можете ничего сделать, пока насухо не вытерете вот эту вот панель управления. И такое происходит постоянно. То есть, к примеру, даже во время готовки мне иногда хочется протереть ее тряпочкой. Может быть, вы замечали, когда я готовлю, да, снимаю на видео, у меня может быть ушлепанная плита, и я не тороплюсь ее вытирать, я так на такое готовлю, потому что как только начинаешь ее вытирать, так сразу же она блокируется, отключается и блокируется. И все, что у вас в это время готовилось на плите, понятно, что в данный момент готовиться не будет, пока не высохнет вот эта вот панель. Вроде бы оно и хорошо, то есть это сделано для безопасности. Получается, что если вы, к примеру, в данный момент не можете следить за вашим супом или за вашей кашей, куда-то отошли в сторонку, и вдруг ваш шедевр начал переливаться через край, плита автоматически отключается, ничего не подгорает, все отлично, все здорово. Для безопасности, да, это хорошо, для удобства не очень. В принципе, плита работает нормально, единственное, что она достаточно шумная, но девочке тоже нужно понимать, что если это бюджетный вариант, у него должны быть какие-то недостатки, само собой. Ну вот ради примера давайте я поставлю чайник, вот это на максимуме, слышно? То есть вот так вот она шумит. Да, она не бесшумная, это однозначно. Я знаю, что есть модельки гораздо тише, которые работают гораздо тише, но там уже совершенно другая стоимость. Так что, в принципе, вывод такой, за свои деньги это отличная панель, но если вы можете себе позволить что-то лучше, лучше купите что-то лучше. Ну и по поводу духового шкафа. Духовой шкаф у нас фирмы Simfer, это турецкая фирма. Почему я выбрала именно ее? Если вы помните, когда мы жили на съемной квартире, у нас там не было духовки, не было духового шкафа, и я как такой временный вариант покупала мини-печь. Вот она у меня до сих пор стоит на холодильнике, потому что я периодически ей пользуюсь, когда у меня занята духовка. И эта мини-печь как раз была вот этой турецкой фирмы Simfer, и в принципе она мне очень понравилась. То есть для своего размера и для своей стоимости замечательная мини-печь. Я, насколько знаю, буквально через полгода на нее очень выросла цена. Мы ее покупали очень дешево, а потом на нее выросла цена в два раза. То есть вот там, где мы жили на съемной квартире, соседка купила буквально через несколько месяцев после нас такую духовку, и уже купила ее в два раза дороже. Может быть, конечно, просто в другом магазине, я не знаю. Почему я выбрала духовой шкаф именно этой же самой фирмы? Я всегда в первую очередь обращаю внимание на гарантийный срок. Потому что, ну вот как я рассуждаю, если производитель дает достаточно длинный гарантийный срок, это значит, что он сам очень-очень уверен в качестве своей продукции. То есть если идет, к примеру, 5 лет гарантии, или 3 года гарантии, на фоне, к примеру, привычных нам уже к году, ну максимум 2, я предполагаю, что производитель уверен в собственной продукции, и такую продукцию я обычно не боюсь брать. В этот дом мы покупали практически всю продукцию нераскрученных брендов. Духовка эта без наворотов, здесь нет никаких телескопических направляющих, обычная-обычная духовка, но с функцией конвекции. Что очень здорово, хотя, в принципе, я ее пользуюсь редко, но я прям очень хотела, чтобы у меня эта функция была. В основном пользуюсь ей, когда делаю какую-то выпечку, то есть для вторых блюд она, в принципе, как бы особо роли не играет, а вот для выпечки, да. Больше здесь никаких дополнительных функций нет. Обычный регулятор температуры, регулятор времени, таймер, да, механический, и обычная регулировка режимов. Все. Стекло здесь двойное, и внутреннее стекло съемное, то есть я его снимала, Илюша мне его, точнее, снимал, я его нормально мыла, это очень удобно. Ну и как следствие того, что здесь всего два стекла, понятно, что духовой шкаф, скорее всего, нагревается снаружи, я не знаю, я его не трогала ни разу, когда он был горячий, поэтому я не могу точно вам сказать, прям горячий он или не горячий, может ли об него обжечься ребенок или нет, я не знаю, потому что я его не трогала. По крайней мере, вот здесь у нас стоит шкаф, мама в этот раз у меня приезжала и спрашивала, как ведет себя шкаф рядом, потому что очень сильный жар идет от духовки, как видите, в принципе, все нормально, нет никакого, ничего не вздулось от того, что высокая температура, все в порядке. Поэтому, в принципе, и панелью, и своей духовкой я на данный момент очень даже довольна, и не хотела бы даже их менять, просто не вижу в этом смысла, потому что они меня полностью устраивают. Так что вот такой вот мой отзыв, надеюсь, что эта информация для кого-то будет полезной. Кстати, хотела вам сказать просто огромное спасибо за идею использовать фольгу либо пергаментную бумагу, когда жаришь что-то на гриле. В этот раз как раз мне нужно было приготовить стейки, я проложила фольгой вверх, проложила фольгой вниз. Я была такая счастливая, когда я увидела, что мне не нужно мыть гриль, он был абсолютно чистый, просто. Единственное, что я сначала забыла сделать дырочку в фольге, для того, чтобы стекало все туда, вот в емкость для жира. И когда я подошла, я поняла, что у меня стейки варятся в собственном соку, но когда я дырочку вот эту сделала, проковыряла в фольге, весь жир ушел, и все замечательно просто прожарилось. Я была уверена, что если использовать фольгу или бумагу для выпечки, не будет вот этой вот поджаристости, не будет вот этой корочки, ничего подобного, замечательная корочка. При этом все прекрасно прожарилось, по времени нисколько не больше получилось точно так же. И как результат не нужно было мыть гриль. Поэтому огромное вам спасибо, я до этого ни разу не догадалась. Вы прямо открыли для меня что-то новое, и теперь облегчили мою жизнь однозначно. Кстати, раскладывали вчера вот так вот диван, сидели, смотрели вечером фильм. У нас был семейный просмотр, смотрели Человека-паука. Сенька первый раз смотрел, ему понравилось. Ну, в общем, разложили мы вот так вот диван, сидели, на подушке туда вот навалившись. И я тогда только поняла, что он просто суперудобный, суперудобный диван. Хоть я его всяко-всяко и обозвала, что он ужасный, ужасный. Да, когда он сложен, на нем сидеть неудобно, потому что он как бы весь продавился. Хотя здесь ортопедическое должно было быть наполнение. Девочки мне, кстати, многие советовали отдать его по гарантии. Но знаете, до смешного. Не так давно Алюша проезжал по улице, где мы, в каком магазине мы покупали вот этот вот диван. И говорит, что магазина там уже даже нет. Там уже букмекерская контора. Поэтому куда его сдавать, да? И, в принципе, да, конечно, можно поднять по документам. Наверняка там есть какие-то контакты. Но я к чему? В общем, мы его вот так вот разложили. И мне нравится он в таком виде. На нем стало очень удобно сидеть. Вообще просто наслаждение какое-то. Именно вот в таком состоянии он оказался очень удобный. Я, наверное, его так и оставлю. Единственное, что мне не нравится, что здесь вот это вот пустое место. Может быть, купить на него какую-нибудь покрывалку постелить. Потому что я прям хочу его вот так оставить. Такого здесь вот зона просмотра телевизора. Мы, конечно, сами с Илюшей телевизором практически не смотрим. Но мне хочется, знаете, ввести за правило хотя бы раз в неделю вечером всем вместе просматривать какой-нибудь фильм, да? Который бы Сеньке подходил по возрасту. Потому что вчера мы сидели здесь так уютно с Сеней, с Соней, с попкорном сидели, смотрели это кино. Но очень здорово. Я расслабилась, прям отдохнула так хорошо. И думаю, что было бы здорово хотя бы раз в неделю проводить такие вечера. И я, наверное, диван все-таки складывать не буду. Мне нравится, как он выглядит в таком состоянии. Может быть, сейчас кто-то меня не поймет. И на нем стало очень удобно сидеть. Мне бабушка в этот раз, кстати, отправила такие красивые полотенчики. Говорит, Даша показывает свою кухню всем. Ей нужны красивые полотенца. Посмотрите, какая красота. Я вообще от них балдею. Я ими не вытираю руки. Мне их жалко. Они такие красивые. Я теперь, да, помните, рассказывала вам, что у меня пачкаются полотенца. Я теперь приобрела все-таки бумажное полотенце на кухню для грязных рук. И развешиваю теперь сюда два полотенца. Одно у меня висит для того, чтобы вытирать руки. Уже, конечно же, чистые. Вот эти мои серенькие из василька. И какое-то одно из новых полотенец, подаренных бабушкой. Потому что там еще есть два, но они у меня уже в стирке. Вот эти самые красивые. Мне они очень понравились. Я их тоже сюда вот развешиваю. Я вытираю ими чистую посуду, когда нужно протереть, да, влажную. Чтобы они, не дай бог, у меня не испачкались и не испортились. Потому что мне очень нравятся. Они такие красивые. Я прям буду их беречь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, потрудилась. Я тут вроде бы на славу, но хочу сказать, что немного разочаровалась. У меня никакого волшебного эффекта с феном не произошло. Единственная баночка, которая отмылась с помощью фена, и то не полностью, это вот эта вот из-под кофе. Банка из-под варенья вообще никак не хотела сдаваться, так же, как и бутылочка. То же самое было и с баночками, вот с теми из фикс прайса. Короче, напомнишь, мне пришли ноготь и обычная пищевая сода с водой. Не знаю, может быть, я что-то делала не так. В принципе, нагревала долго, у меня даже один раз отключался фен от перегрева, но, по сути, почистилась только вот эта одна банка. На всем остальном этикетки все равно держались намертво, и горячий воздух им абсолютно не помогал отпадывать. Поэтому, конечно, пришлось пожертвовать своими ногтями. Я сегодня собиралась снимать видео про планирование меню и как теперь показывать свои ногти, потому что я с утра уже ходила по дому, не могу найти пилочку для ногтей. Наверное, значит, придется отложить съемку видео про планирование меню, потому что я, конечно, уделала все ногти, пока отшкрябывала эти этикетки, но баночки теперь чистые, вот такие вот красивые. Можно в них уже что-нибудь насыпать, какие-нибудь специи. В общем, пошли мы прогуляться до магазина. У нас тут недалеко магнит косметики. Я хочу посмотреть, взять что-нибудь от плесени, либо какое-то специальное средство. Если ничего специального не будет, возьму обычную белизну пока, потому что я знаю, что от белизны эффект недолгосрочный. Это проверено уже на собственном опыте. Мы хлебушка купим. Софьюшка заодно поспит. Она любит на улице спать, на прогулках. Только, мне кажется, по-моему, дождь начинается. В общем, надо быстренько нам сбегать, воздухом подышать на сегодня. И еще у нас куча дел с вами дома. Ну все, из магазина мы вернулись. Купила хлеб обычный. Спагетти были по акции, поэтому взяла. Шеньки Чипика он очень любит. И взяла, в общем, было там средство от плесени, но было средство от плесени специально для ванных комнат, то есть для заплесневелого герметика, для межплиточных швов, для плитки. Я что-то подумала, что, наверное, для ванной комнаты не подойдет. Не хотелось рисковать, потому что стоило оно 200 с лишним рублей. Думаю, вдруг оно не подойдет просто для штукатуренных стен. Короче, взяла пока белизну. Пока взяла белизну, может быть, и белизной отделаемся малой кровью, так сказать. И взяла все-таки вот эзелит. Девочки советовали для того, чтобы попробовать очистить сковородку свою с внешней стороны. То есть и фибрилитовское средство там не помогло. Может быть, вот эзелит справится. Я до этого брала, говорила, что брала уникум. Очень хорошее средство, очень едко, но у меня оно разъедало вот эти хромированные поверхности на сковородке, где ручка крепится. Это, наверное, тоже так-то, потому что здесь написано, что с осторожностью алюминий и хром, скорее всего, тоже как бы я не знаю это сделать так, чтобы никуда на хромированной поверхности не попадало это средство. И чтобы оно как-то внутрь еще не затекло, потому что я думаю, что оно изъест само покрытие антипригарное. В общем, попробую вот это. Стоило, в магнит косметики взяла, стоило, по-моему, около 150 рублей. В принципе, бутылка огромная. Я не знаю, мне кажется, этой бутылки хватит не на один год, когда я его израсходую. Вообще огромная бутылка. Неужели кому-то нужен такой объем? Мне кажется, было бы удобнее, если бы бутылочка была в половину меньше и стоила бы, соответственно, подешевле. Ну, посмотрим. В общем, попробуем. Здесь у меня лежит размораживается фарш. Наверное, сейчас в микроволновке его доразмораживаю, потому что поздно достала. Он все еще деревянный. Буду сегодня готовить, как видите, вот макароны по-флотски. Мальчикам сделаю макароны по-флотски. Себе еще не решила, что, потому что я не очень люблю фарш. Тем более буду делать с луком. Себе, наверное, просто макарошек немножечко у них отсыплю отдельно, отварю. И что-то, не знаю, мясное мне нужно сделать. Кстати, тут мне многие писали, что у меня плохое молоко, может быть, потому что я не ем мясо. Девочки, я мясо ем. То есть вы же сами говорили, что курица – это мясо. Курицу-то же я ем. Поэтому нет-нет-нет. Я не питаюсь одной вегетарианской едой. Я обязательно каждый день ем курицу либо рыбу. Это прям обязательно. Я единственное, что я не ем свинину. А мальчикам готовлю свинину. Вот я в морозилке себе нашла два бедрышка. Может быть, их пожарю, может быть, запеку. Скорее всего, запеку, наверное. Сейчас сделаю то, что у меня запланировано в Сениной комнате. Помою окно, протру дверь и протру радиатор. И пойду уже готовить ужин. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. ДимаTorzok.